Особое мнение на 101FM Это по реакции на ваше выступление на пленарном заседании областного законодательного собрания по формированию общественной палаты Кировской области, конкретно по списку от ОЗС Вы несколько вопросов задавали коллегам, в частности, по какому принципу формировался список из 16 кандидатов, какой смысл существования общественной палаты И сами себе отвечаете, партия власти хочет создать видимость демократической деятельности и участие граждан в общественно-политической дискуссии Все члены, утверждаемые ОЗС, несмотря на изменения в законе, по-прежнему фактически выдвигаются политическими партиями Почему вы пришли к таким выводам? Потому что ваши коллеги пояснили нам в эфире, что они выдвигаются не коммерческими организациями, а партийная их принадлежность, которая была в списках обозначена Это только сигнал к партиям, что они должны временно приостановить членство этих кандидатов в своих партиях Почему вы решили, что все-таки это выдвиженцы политических партий, а не коммерческих организаций? Отвечая на этот вопрос, наверное, придется мне приоткрыть заезд в ЗАГСобрание и то, что там происходит внутри И до этого были совещания Нас пригласил Владимир Васильевич и представителей фракции И был предложен такой вариант, что 10 кандидатов будут представлять единороссы А, нет, 12, да 12 единороссы, 2 от ЛДПР, 1 от коммунистов и 1 от справедливой России На что было ему сделано встречное предложение Я сразу обозначил свою позицию, что такого количества недостаточно для представительства в общественной палате Было выдвинуто встречное предложение по 2 от представителей от партий оппозиционных И остальные 10 от Единой России Но что конкретного ответа не получил Нам сказали, что подумают И в итоге мы перед пленарным заседанием видим список, в котором 11 представителей от Единой России 2 от ЛДПР, 2 от коммунистов и 1 от справедливой России Почему так получилось? Потому что, видимо, наши кандидаты не устроили кого-то там Не знаю, руководство Единой России А ваши кандидаты были? Наш кандидат, который не устроил, это был Алексей Кузьмин Очень хорошо знакомый нашим служителям по программе «Особое мнение» Да, и наш активный член партии И бывший депутат Гордумы Активный человек, который имеет свое личное мнение, активную позицию И не боится ее высказывать Видимо, с этим и связано то, что его кандидатура не устроила руководство Единой России Это был второй кандидат, первый Захваткин, насколько я помню Да Который прошел И он уже был участником, членом общественной палаты А вот Алексей Кузьмин не прошел И вы не знаете, по каким причинам и как отбирались кандидаты Ну, я так полагаю, что по партийной принадлежности, как и раньше, это было А почему, вы думаете, депутаты в массе своей согласились с таким решением И именно так действовали, голосовали? Ну, видимо, была установка от руководства фракции Единой России Единой России, да Ну, на самом деле, я ожидал немножко другого голосования, что все-таки депутаты будут более едины в своем выборе Но, как показала практика, что какие-то кандидаты больше понравились, какие-то меньше Но в целом список устоял и никаких изменений не претерпел Кто-то из ваших коллег по областному законодательному собранию с вашей позиции согласился, вас поддержал? Ну, у нас была поддержка от руководства ЛДПР Вот, ну, в общем-то, все Я так полагаю, что коммунистам то, что два представителя им выделили там, их устроило ЛДПР, в принципе, тоже устроило, но у нас такое положение дел, конечно же, не устроило Ну, такой список, получается, с ваших слов, мини-областное собрание, да? В представительстве общественной палаты Мы, на самом деле, вообще То есть большинство членов Единой России и по чуть-чуть, так, чтобы было не обидно Мы, на самом деле, вообще удивились такому подходу, потому что, ну, во-первых, изменился закон, да? В котором четко сказано, что членами общественной палаты, членов общественной палаты могут выдвигать только общественные организации Вот, некоммерческие общественные организации и политические партии больше этого делать не могут Поэтому, когда к нам обратились, мы сначала удивились, сказали, зачем тогда вообще, в принципе, менялся закон Нам сказали, ну, списки подготовьте, мы там посмотрим, дальше порешаем Вот, ну, получилось вот как получилось Ну, кстати говоря, вам вину романцитов, который был у нас дневном развороте Ставил отсутствие ваше на вот этих комитетах, где обсуждали списки Он сказал, на первый взгляд, вполне резонно Если вы не согласны были, надо было это высказывать на комитетах Ну, отсутствие на комитетах, я думаю, причина объективная была Я находился в отпуске за пределами Российской Федерации, поэтому физически не мог на них присутствовать И в первый же день в свой рабочий я появился и приступил к своим обязанностям в ЗАГС Собрание А вот такой процесс формирования, который сейчас вы описали Формирование списков от областного законодательного собрания Как скажется, на ваш взгляд, на работе общественной палаты? На развитие гражданского общества, на поддержку демократических институтов? Ну, смотрите, вот чем меньше там представителей действительно тех слоев населения Которым требуется защита или высказывание своего мнения Чем меньше там таких представителей, тем меньше толку от общественной палаты Потому что меньше мнений будет высказываться, меньше полярных мнений То есть и так же будет продавливаться массой своей какие-то мнения, решения какие-то Ну, понятно, что практически орган ничего не решает То есть закон никакие не принимает, полномочий у них не так много на самом деле Но они хотя бы мнения свои высказывают А тут нам даже препятствует высказывание собственной позиции Поэтому я и высказывания такие себе позволил Напоминаю, что это особое мнение Федора Сураева, депутата законодательного собрания Кировской области Немного о перестановках в областном законодательном собрании Глава комитета по социальным вопросам сменился Пришла тоже представительство Единой России, госпожа Буркова Она заменила Гущина Дело вообще, эта рокировка, эта замена вызвала какое-то обсуждение Или вот лично вы и, может быть, депутаты от вашей партии согласны с этой кандидатурой? Ну, во-первых, до этого Сергей Гущин, который занимал эту должность Он свои обязанности сложил добровольно Написал добровольное заявление, мы это решение поддержали То есть я не знаю, действительно ли это было так Или было давление какое-то оказано на него Но раз человек выступил, мы ему поверили Поэтому решение поддержали Что касается кандидатуры нового руководителя этого комитета То, ну, в принципе, фракция Единая Россия может принимать эти решения без нашего участия Поэтому мы тут также возражать не стали Раз уж они приняли такую тактику узурпации всех решающих должностей В ЗАГСобрании В ЗАГСобрании, да И не предоставляют возможности представителям других фракций Участвовать в этом процессе Ну, пусть будет так Но и тогда ответственность полностью лежит на фракции Единая Россия А нужно пояснить нашим слушателям, что все комитеты возглавляют только представители Единой России На данный момент в областном законодательном собрании Да, да, все комитеты, все комиссии, все комитеты И, по-моему, даже только один зам, председатель комитета является представителем оппозиционной партии Остальные все, даже все главы и все замы Ну, это какая-то непораженческая или это позиция, которую вы сейчас озвучиваете Раз уж так решила Единая Россия, ну и бог с ними, пусть у них так все и будет Пусть они возглавляют все, что только можно в ОЗС Но только несут ответственность Это вот как-то меня смущает Ну, а как мы тут можем повлиять? Мы только если покричать можем, поругаться И все, в принципе-то, если они большинством голосом любые решения принимают То нам тут сложно на это как-то влиять Возникает ощущение, что в рядах членов оппозиционных партий Которые представлены в областном законодательном собрании Нет достойных кандидатов, чтобы возглавить комиссии Ну, может быть, не было у желающих Я не знаю От партии вашей кто-то претендовал? В этой фракции нет претендентов, не было Не было претендентов? Ну, а с самой госпожей Бурковой вы знакомы? Считаете ли вы ее достойным кандидатом для того, чтобы возглавить социальный комитет? Это же очень сложный вопрос, который он решит Лично с ней не знаком Она недавно стала депутатом законодательного собрания Она пришла на свободное, на освободившееся место Поэтому познакомиться не успел Пообщаться лично тоже не успел Плохого ничего не могу сказать Ну, и хорошего тоже не знаю А вы входите в состав социального комитета? Нет, в состав социального комитета я не вхожу Я вхожу в состав комитета по огородным вопросам И в состав бюджетного комитета Да, и это Федор Сураев Он в программе «Особое мнение» Сегодня на волнах нашей радиостанции Прервемся на полминуты Продолжается наш эфир Не удалось провести, да, в решении Но в оставшиеся два месяца В оставшиеся два месяца, наверное, можно будет провести И продавить какие-то существенные дополнения к реформе Например, льготные санитарно-курортные лечения Об этом говорят Бесплатные социальные проекты Такие, как в Москве, московское долголетие Здесь мы неоднократно обсуждали У «Справедливой России» сейчас есть конкретные предложения Для внесения в Госдуму Касающиеся вот таких социальных мер Ну, что касается нашей фракции ЗАГС Собрания У нас конкретных таких предложений нет Потому что мы, в принципе, выступали Вообще против повышения пенсионного возраста Но теперь уже все Теперь уже будет очевидно Что реформа в том или ином виде Будет принята И будет работать И есть возможность какой-то промежуток времени Все-таки существенные дополнительные меры закрепить Ну, очевидно, не очевидно Это будет очевидно, наверное Когда закон будет принят и подписан президентом Тогда это будет очевидно А пока прошло только первое чтение И только 10 регионов высказались в поддержку этого закона Поэтому мы надеемся все-таки на то Что общественность будет активнее выступать против этого решения Будут собираться множество подписей И моя надежда на то Что на Единую Россию Все-таки Удастся каким-то образом повлиять Именно общественное мнение То есть в рядах Справедливой России, как минимум В нашем регионе Пока что нет никаких идей Которые можно было бы сейчас обсуждать И продвигать В том числе и через Госдуму Нет, у нас таких предложений нет По пенсионной реформе У нас есть предложение не повышать пенсионный возраст Хорошо Может быть лично у Федора Сураева Есть какие-то мысли Что должно сопровождать пенсионную реформу Какие программы Пенсионную реформу Я думаю, что все-таки Во-первых, должно сопровождать Фактическое увеличение возраста Продолжительности жизни Да, продолжительности жизни Она должна будет повыситься до 78 лет Должна будет То есть сейчас это только в прогнозах Это только в прогнозах И говорится, что это прогнозы довольно-таки точные Но давайте сначала дождемся этих сроков Когда все-таки продолжительность жизни увеличится фактически И тогда, конечно, нужно будет нам повышать пенсионный возраст С этим я полностью согласен А пока это только в каких-то далеких прогнозах Которые, ну не знаю Я ставлю под сомнение лично эти прогнозы И, на мой взгляд, любые прогнозы Не могут быть достоверны на 100% Поэтому давайте поживем, увидим А когда достигнем таких цифр Тогда и приступим к повышению пенсионного возраста То значит ли это, что сейчас в течение этого времени Справедливороссы кировские будут просто сидеть и наблюдать Что происходит? Нет, мы не будем сидеть и наблюдать Мы будем активно участвовать в общественной жизни Собирать подписи в поддержку отмены этого закона Сидеть сложа руки мы не намерены На что влияют эти подписи? Эти подписи, ну, я все-таки надеюсь Что они смогут повлиять именно на депутатов Единой России, которые увидят Сколько людей неравнодушных Сколько людей против принятия этого закона И, может быть, кто-то задумается над этим И проголосует в соответствии с своей совестью А не так, как им сказано из руководства партии Или из правительства А не лучше ли в данной ситуации принять Принять уже это решение и понимание того Что пенсионная реформа будет введена Возраст будет повышен Но начать формировать предложения для региональных властей Как, собственно говоря, и повысить возраст Пусть не до 78, не знаю, до 74 И какие социальные проекты и программы Необходимо разработать и реализовать в Кировской области Вот над этим конкретно задуматься Есть данность, пенсионный возраст будет повышен Пенсионная реформа вступит в действие Проанализировать ситуацию в Кировской области Что не устраивает при поддержке пенсионеров И людей предпенсионного возраста Что нужно внедрять Вот москвичи же, они задумывались До того, как была объявлена пенсионная реформа Мало того, что, в принципе, пенсионеры московские Лучше живут, чем мы Наши пенсионеры У них и пенсия выше И инфраструктура получше Они еще внедрили этот проект В феврале месяце Московское долголетие Который направлен и на социализацию людей И на то, чтобы они могли вести здоровый образ жизни Развиваться В общем, этот проект Насколько я понимаю, вы с ним не знакомы Собянинский проект В феврале месяце В каждом районе Москвы В социальных учреждениях В фитнес-залах по договору С властями Москвы В других образовательных учреждениях Открыты бесплатные группы Которые доступны абсолютно всем москвичам Где они могут заниматься всем От лечебной гимнастики И скандинавской ходьбы И йоги До иностранных языков Компьютерной грамотности Или каким-то домоводством В общем, чем только душа не пожелает У нас Таких масштабов, конечно, нет Ну, понятно Ну, смотрите Во-первых, надо понимать Что пенсионная реформа Это все-таки федеральный законопроект И мы С Заксобранием Кировской области Можем только выразить свое мнение В поддержку Либо Не поддержку Какие-то Меры поддержки На уровне нашего региона Конечно Можно все это проработать Можно придумать Но возникает один вопрос Источники финансирования Всем известно Что регион у нас дотационный И Нам сразу Будет задан логичный вопрос Какие источники финансирования То есть Где взять средства На то, чтобы Какие-то бесплатные услуги Предоставлять нашим гражданам Потому что Понятно, что Бюджет города Москва Да, и Кировской области Они несопоставимы Вот И Откуда взять Эти средства Вот мне пока Непонятно Но Пока еще не Обдумывались вообще Никакие программы И сразу же Вы Предъявляете аргумент Об отсутствии средств Это очень похоже На действия Например Каких-нибудь Муниципальных чиновников Которым говорят Что нужно покупать Крупномерные деревья А не Палочки Откапывать на обучении Они тоже говорят Что средств нет А потом выясняется Что просто Средства зарываются В землю Не туда вкладываются Неэффективно расходуются Может быть Имеет смысл Сначала подумать Над программами А потом уже Подумать За счет каких средств Или сначала Нужно изыскать средства А потом под них Придумывать программы У нас очень хороший В этом смысле Хороший в этом смысле Пример Кочаровского парка Тоже говорили Денег нет Денег нет На благоустройстве На зеленые зоны Потом свалились федеральные деньги Внезапно А может такое случится Сейчас и с пенсионной реформой Но только под конкретные проекты В результате достали старые проекты Вот то что мы получили Кочаровский парк Это просто как символ Вот этого Вот этого позиции чиновников Денег нет А когда они есть Имеем что имеем Вы видите Ну может быть Вот Дмитрий Александрович Курдюмов Когда пришел На должность зампреда Ведь тоже все говорили Как нам реконструировать Наши больницы Чтобы были новые палаты Красивые фасады Новое оборудование Денег то нет Но он смог Как-то так построить Работу Медицинских учреждений Что они на глазах Преобразуются Понятно Но это вот как раз Должна работа Вестись с подачей правительства Если будет от правительства Какая-то инициатива То мы конечно Поддержим такие инициативы Что мешает депутатам С инициативой выйти А депутатам мешает С инициативой выйти Как раз вот Аргумент Особенно если это будет Инициатива от Оппозиционных партий То сразу любимый аргумент О источнике финансирования Не занимаетесь тут популизмом Да Денег нет Не будет Да Вы тут Не придумывайте Популизмом не занимаетесь Денег все равно нет И взяться им Неоткуда Ну а раз так То зачем проводить Огромный объем работ Да И потом Получать Отказ Ну не очень приятно На самом деле Это особое мнение Федора Сураева У нас остается Две минуты До следующего перерыва Начнем пожалуй Следующую тему У нас на повестке дня Много Трендов Которые обозначил Московский Урбанистический форум Надо сразу сказать Что решения Которые озвучиваются И предложения На этом форуме Сразу непосредственно Сказываются На действиях Властей Муниципалитетах По всей стране Так вот Владимир Владимирович Путин На пленарном заседании Московского форума Предложил следующее Ну во первых Он сказал Что правительство Намерено реализовать Масштабную программу Пространственного развития России Переобразовать большие и малые города Обустроить инфраструктуру Сельских территорий Мы видим Что вот как раз Пришли деньги По БКД Безопасные и качественные дороги Комфортная городская среда И предложил следующее Подумать над тем Чтобы запустить Механизмы конкуренции Региональных и муниципальных властей В создании комфортных Лучших условий Для жизни людей Что значит Механизмы конкуренции Региональных и муниципальных властей Что он подразумевает Как вы думаете Ну На мой взгляд Это именно Конкуренция Между Разными Формами То есть Между Городами Между поселениями Между областным центром Ну очевидно Что наверное Будет оценивать Эффективность Работы в этом направлении Да Вот ну Кто-то хуже Кто-то лучше Какие будут Это как-то будет Сказываться Вы думаете На финансировании Например Этих программ Федеральным Или вообще На том Останутся ли чиновники На местах Где они работали Так далеко зайдет Мне бы хотелось Чтобы это Сказывалось Именно на оценке Деятельности Тех чиновников Которые работают На местах Не знаю В каком виде Это будет Но мне бы хотелось Чтобы было так Еще он сказал Что можно Предусмотреть Стимулы Для эффективных Управленческих команд И четкие стандарты Критерии качества работы Ну то есть Вот конкуренция Выявили эффективные Четкие команды И какие-то стимулы Там возникают Я не очень понимаю Какие стимулы Для управленческих команд Может быть Что он имеет ввиду Больше денег региону Или продвижение По карьерной лестнице Ну это может быть И то и другое И больше денег Конкретному региону И допустим Перестановка В какой-то другой Более значимый регион Или более крупный город Или может быть Приглашение Там В эту же столицу Для решения Каких-то задач А как вы думаете Город Киров И Кировская область Готова к такой конкуренции? На данный момент Мне кажется Не совсем Не совсем Просто Как еще оцениваться Будет То есть Там Эффективность Потраченного рубля Или Ну Или Там Довольные жители То есть По каким параметрам Будет оцениваться Пока непонятно Прервимся на полторы минуты Это особое мнение Федора Сураева Никуда не уходить Продолжается программа Особое мнение У микрофона работает Светлана Занько А свое особое мнение Высказывает Федор Сураев Депутат Областного законодательного Собрания Смотрите Но более частный вопрос Мы снова идем По урбанистическому форуму Я этот вопрос Только что задавала Губернатору Кировской области Который был В нашем эфире Буквально там Час назад Если Первый Это был общий тренд Который Владимир Путин Обозначен В том числе И конкуренция регионов И выявление Эффективных И неэффективных Чиновников Путин И частности Тоже касался Приводил пример Например Он сказал Что резко Должна повыситься Ответственность Собственников Пустующих территорий То есть Речь идет О тех собственниках Которые в свое время Получили Участки земли Или например Старые Промышленные зоны Или Владельцы Недостроенных зданий Вот их ответственность Должна быть резко повышена Требования Понятно Озвученные президентом Такие пустующие Объекты Должны служить Городу и людям Должны работать На горожан Отвечать их требованиям У нас в городе Таких объектов Очень много Посмотрите На всю промзону На заводской Что там только нет И что только не пустует Вот здесь у нас На Дериндяево У театральной площади Пустующий Но уже проданный Муниципальными властями Завод тоже стоит Инструментальный А что вы считаете Нужным предпринимателем В этом отношении Властям нашего города Конкретно Кирова И надо ли с этим Что-то делать Или нельзя трогать Частную Есть она и есть Вот когда захочет Собственник Тогда и будет развивать Пусть пустует Ну может быть Стоит вносить Сразу какие-то Требования Уже в договоры При реализации Таких объектов Чтобы Они проданы В Кирове Продано все Это понятно Что продано Просто при продаже Можно было Допустим Уже нельзя было Уже прошло это Федор Вот есть Собственники Давайте говорить о том Что есть конкретные Собственники Но объекты Которые они Приобретены Пустуют Путин сказал Должна повысить Соответственность Каким образом Вы тоже Собственник У вас есть завод Он не пустует Слава богу А вот рядышком Находится территория Которая Уже тоже в собственности Но собственника Руки не дошли Он не видит пока Экономической эффективности Целесообразности Или у него вообще Нет средств на то Чтобы что-то там развивать Надо с этим что-то делать Нет Ну а зачем покупать Если нет средств Ну Люди покупали Это 5-10-15 лет назад Про запас По бросовым ценам Возможно Были деньги Сейчас нет Разные могут быть В принципе Но мы имеем То что имеем сейчас Вот что с этим делать И надо ли с этим что-то делать Ну раз президент сказал Я так полагаю Что это вылезет В какой-то законопроект И где будет Ответственность Прописана На таких собственников Меня интересует Ваше личное мнение Ваше особое личное мнение Мое личное мнение Конечно Ответственность За это должна быть Какая-то Но ответственность Эту нужно прописывать Изначально В договор Купля-продажи Участков Или этих объектов Что Новый собственник Обязуется Каким-то образом Либо осуществить застройку Либо осуществить Какую-то Но не осуществил Федор Все Проехали этот момент Скуплено у нас Вы же знаете В городе Скуплено Если выйдет Какой-то законопроект Я так думаю Что эти объекты Могут сменить Собственников Либо там Все-таки Начнутся Какие-то Инвестиции Город с этим Что-то может Сам сделать Самостоятельное движение Чтобы начать Пока Законодательной базы Для этого нет Не может Пока нет Не может То есть пока Правительство Российской Федерации И Госдума Законодательную базу Не подготовит Не может Город с пустующими Объектами Сделать ничего Пока ничего не может Хорошо Это особое мнение Федора Сураева Пойдем дальше Смотрите Вот когда говорят Об урбанистике И когда говорят О городах А сравнивают Мы всегда любим себя Сравнивать с Казани Потому что она рядом И мы видим Этот пример Иногда с Южкоролой Иногда с Москвой Скептики Первым делом Как и вы Вот сейчас В отношении Социальных программ Указывают на разницу В бюджетах Вы согласны Что деньги и бюджет Это главные условия Реализации Инфраструктурных Проектов В конкретных Городах Наверное Все таки Да Наверное Все таки Это основное Условие Которое Мешает Для того Чтобы Наш Город Развивался Потому что Недостаточное Финансирование Ну Если денег нет То и Что делать с этим И Но с другой стороны Когда Денег Недостаточно Люди Задумываются О том Как более Эффективно Их Использовать И вот Как раз В этой Эффективности Можно найти Ключ к успеху То есть Если Там Наш Потраченный Рубль Будет Эффективнее Два раза Чем потраченный Рубль В Казани То В принципе Мы можем Достичь Неплохих Результатов Эффективность Трат денег От чего Зависит Ну как От многих Показателей От многих Факторов Зависит От выбора Подрядчика От выбора Материалов От выбора Вообще Что там Будет На этом месте Сделано И построено Ну то есть Это все-таки Решение Конкретных Людей в конкретной Городской Администрации Или Думе То есть Компетентность Их и желание Так работать В этом Человеческий фактор Это вы имеете Ввиду Только Человеческий фактор А как вы оцениваете Нашу команду Администрации Гордума Они вот сейчас Готовы На новые рельсы Ставать и работать И находить Эффективные способы Использования Средств Для того Чтобы соответствовать Тем критериям Которые Путин Назвал Какие должны быть Города Он говорит Да Какие они должны быть О том Что они должны быть Современные Экологичные Новейшие Архитектурные Параленческие решения Реализовываться Города для людей Они для машин Я все-таки Надеюсь на это Надеюсь на это Но пока Таких результатов Я не вижу Ну А что делать-то С этим Самым Пресловутым Человеческим фактором Что делать Ну да Кто виноват И что делать Не знаю Либо Либо как-то Выстраивать Работу Существующей Команды Либо подбирать Новую команду Смотрите Очень интересная Тоже новость Пришла Она касается Пула советников Губернатора Буквально Накануне Распространены Были новости Что Члены команды КВН Вятка Стали советниками Губернатора И он вручил им Корочки Для чего КВНщики В советниках Губернатора Честно не знаю Наверное Все-таки У него лучше Спросить Не спрашивали А вы как думаете Вы не слушали Эфир Нет Если честно Я не слушал Потом скажу вам Что он ответил А вы как думаете Может быть Они шутки Будут для него Готовить Губернатор Другая Другая Там у них Одна комната А тут А тут тебе Возрождение О возрождении Говорят Или Такие формальные Вещи Не имеют Значения Не знаю Если есть Средства на этом Почему бы и нет Пять деньги Ну конечно Конечно Любые решения Это В любом случае Финансовые вопросы Затрагивает А так в принципе Ну К ВНщикам На самом деле Я очень хорошо отношусь Это Всегда активные Такие Молодые люди Которые И даже не молодые Активные КВНщики Ну и тоже КВНщик КВНщику Они же все Разные люди Это их Когда-то там Объединяло Все вот это Когда они учились В институтах Они все давно Уже закончили Учебные заведения Сейчас Кто чем занимается Кто бизнесом Кто еще чем-то Вот И поэтому Так вот Ну есть конечно Что-то Что их объединяет Это вот Любовь К Гаре В КВН Вот Не знаю Не знаю На самом деле Насколько Будет успешно Их сотрудничать Сами на игры Будете ходить Если они будут Здесь проходить В фестивале КВН Наверное нет Наверное нет Ушел у меня Уже Тот возраст Когда я интересовался Этими делами Я когда-то Сам даже Очень-очень Давно Выступал В команде КВН Кировского Промышленного Колледжа Это было Пару раз Вот Ну сейчас Есть время Заниматься Другими вещами Самое яркое Событие Лето Еще Слава Богу Не прошедшего Но Уже уходящего В Кирове В Кирове Для нас Мы обсуждали С губернатором Как раз Афишу Событийность Что нужно Город насыщать Событиями Чтобы людям Было интересно Выходить День города Наверное Вы выходили На день города Вы были Там Вы видели Мероприятие Нет Я не был Там Я не был Видел салют Я видел Так мельком Как летали Вот Витязи Наши русские На самолетах Вот Тоже яркое Такое событие В нашем городе То есть Витязи Получается Да А больше назвать Вот вам нечего Вы больше никуда Не выходили Нет Это показательно Просто очень Чем мы занимаемся Что еще Слышал О жизни Нашего города Ну вот Великоретский Нет Не слышал Был сам Сам участвовал Ну тогда нет Наблюдал Из-за окна Салют И Витязи Да Нет Нет Салют Я наблюдал С театральной площади Вот так Да Да Ну просто будет интересно Сейчас я у всех Буду спрашивать Об этих вещах Потому что мы будем Обсуждать безусловно Эту историю Губернатор предложил Вот сейчас в эфире Создать некий Там комитет Где активные люди Могли бы предлагать О том Предлагать То что нужно Проводить в Кирове Наполнять Как раз Событийностью Жизнь города Вот я чувствую По вам Что за почти Два месяца В Кирове Это ничего не происходило Чтобы вывело вас Из вашей среды Из дома С работы И заставило Поучаствовать В каких-то мероприятиях Это показательно Посмотрим Как будет меняться ситуация Спасибо Федор Сураев Это его особое мнение Вы сейчас слушали У микрофона Работала Светлана Заньков Всем хорошего дня Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok